Добро пожаловать в 25 день моего влогмаса И в общем сегодня всё закрыто Никакие магазины не работают, так как Рождество Я сейчас загружаю видео с 23-го, по-моему, дня И сегодня так как всё закрыто, я даже не знаю, что мы будем делать Наверное, как в воскресенье просидим всё это время в номере Хотя я думаю, просто пойти выйти погулять куда-нибудь с мамой, поснимай что-нибудь Может, сделать какие-нибудь типа холл или видео, или наконец-то сделать видео на английском Потому что я так давно планирую но всё никак не решаюсь Я хотела бы заснять, показать вам как я сейчас распущу косички, которые я сделала ещё вчера, перед тем, как я пошла в бассейн Я их попрыскаю и распущу и покажу вам, как это на весь день эффект у меня обычно держится Когда я вот так вот с волосами делаю Мне очень нравится, как у меня с волосами всё Добро в римниш суток товарищи. Это я вместо всем привет теперь говорю. Вот и вообще. Сейчас мы идём встречаться с моей подругой, она тут в соседнем отеле живёт, и мы пойдём куда-нибудь, наверное, поужинать с моей мамой. Сегодня мы... Я сделала уроки, потом отредактировала видео, посетила с родителями, потом мы с мамой заказали еду в номер. Покушали, я там сняла суп и салат. Я прочитала комментарии к моему видео по поводу того, что я как-то в видео страшно выгляжу или что-то такого. Я должна сказать, конечно, меня немного заделывают комментарии в плане того, что на фотографиях, ну, конечно, там и освещение, и для фотографий я могу накраситься, а в своих влогах оказывать реальную жизнь, как пока я выгляжу в реале, без косметики с утра. Я как бы не стесняюсь, так что я так выгляжу. Если вам кажется, что я не такая, какая я на фотографиях или что-то вроде, я очень сильно извиняюсь, но я не собираюсь менять то, как я делаю видео, потому что лично я довольна тем, что я делаю. Иногда у меня получаются апдейты, которые, если я не нравлюсь, как я себе выгляжу, я их не выставляю, я снимаю их снова. Поэтому все, что я выставляю, это все, что я хочу, чтобы вы видели. Сегодня увидела, что у меня уже 6000 подписчиков, там, 650. Я была безумно рада, когда я это увидела, потому что я очень долго не проверяла, и тут я проверила, их прям 6 тысяч, в общем. Поэтому, что я делаю, когда открываются магазины, я иду и покупаю новогодний подарок, и делаю конкурс, как я делала в прошлый раз. И тот, кто выиграет конкурс, он получит подарок. Я что-то раньше не подумала, почему-то сделать Christmas giveaway, но для меня до верно. У меня даже есть две причины устроить такой конкурс. Это 6000 подписчиков и Новый год. Надеюсь, вам понравится то, что я выберу, и то, что я буду разыграть. Я пока еще не придумала вопрос, но я так серьезно задумалась насчет этого. Поэтому я надеюсь, я выберу какую-нибудь интересную тему. Я уже кое-что придумала. И я, наверное, в Инстаграме буду ее проводить, потому что мне не очень удобно проверять и отвечать на ваши комментарии на Ютубе. Поэтому я постараюсь это как-то перенести в Инстаграм. Завтра опять магазины не работают, поэтому завтра будет опять день развлеки себя сам. И завтра я как раз делаю хоул. Хочу на русском языке. И мое первое видео на английском. Такое прям нормальное. Тоже собираюсь. Outfit of the day. Все в черном. Розовая хрюшка. Мама хрюшка. Пойдемте, девочки. Бараб будем. Почему девочки? Мальчики тоже. Мне мальчики тоже пишут. Не говори вам спокойной ночи. Вперед. Хорошо. Я одеваюсь. Субтитры сделал DimaTorzok Сейчас мы уже ложимся спать с мамкой. Она сегодня решила спать с меня. Не с моим папой в соседней комнате. Потому что я попросила. Сейчас я загружу Иронию Сибири с Эгким паром. Так как я просто обожаю этот фильм. Я подумала как раз к новому. Я подумала как раз к новому году надо загрузить. И да, кстати. Я забыла сказать, что в нашем отеле нет русского канала. И в самом начале нашего приезда мы подошли и сказали, что нам очень нужен русский канал. Так мы хотим посмотреть. Поздравляем президента. Все эти новогодние фильмы, шоу и так далее. Мы очень любим вообще все семью. Обычно собираемся, смотрим. К сожалению, у них нет. И что они установят на следующей неделе. На следующей неделе мы им позвонили. И они нам сказали в понедельник, что установили его только в самых двух дорогих номерах. А в остальных они не успели. И дальше у них там было Рождество. В общем, не установили они нам его. И они нам предложили, если никто не займет номер, он стоит 5000 евро за ночь. Я думаю, никто не согласится за 5000 евро за ночь брать номер. Они нам сказали, если он будет свободен на Новый год, то тогда они могут нас в него бесплатно пустить. И чтобы мы посмотрели там телевизор и все нам там на весь день, короче, с 31 по 1. Вы были не против провести бесплатную ночь в комнате за 5000 евро? Никогда в жизни на таких подобных местах не была. Я посмотрела на сайте, номер выглядит просто отпадно. Завтра я сделаю холл своих покупок на данный момент. Все, что я купила. И сейчас я почитаю немножко книжечки и уже лягу спать. Я очень устала, мы поели суши, это было просто прекрасно. Я так давно не ел суши, они такие вкусные. До Нового года осталось 5 дней. Спокойной ночи, скажи. Спокойной ночи.